Девушки отдыхают. Ты попала в аварию. С тобой все будет в порядке. А где? Ему не так поверло. Что? Что с ним? Привет. Доброе утро. Кофейку с коньячком. А ты все расслабляешься. Документы по дендеру готовы? Давно уже. Вот нужна подпись только Савы нашего, и процесс запустится. Прекрасно. Ты что, сдурела? Я сама подготовлю новый бренд. Блин, я перестаю тебя понимать. Савва Викторович козел. Но все они козлы. Ему такой тендер устроил. Свет, ну вот мне нужны мне неприятности. Да не будет у тебя никаких неприятностей. Я тебе обещаю. Угу. Хорошо. Документы поменяешь. Ну подпись-то его все равно нужна. А это не твоя забота. Коля. Колька. Колька. Прости меня. Коль, я очень тебя люблю. Господи. Я же тебя чуть не убила. Я буду за тебя бороться, слышишь? Я никому тебя не отдам. Тем более этой Катине. Что с Колей? Так, переломов нет. Есть повреждения внутренних органов. Жить будет. Вы были вместе. Да. Мы ехали поговорить с тобой. Вместе. Вместе. Послушай. Я очень благодарна тебе за все, что ты для меня сделал. За то, что ты спас меня тогда. И ты мне родной человек. Но так жить нельзя. Я не люблю тебя. Да все этот город. Не нужно было переезжать. Твои поступки это... Это полный бред. Услышь меня, пожалуйста. Услышь меня, пожалуйста. Мы не можем быть вместе. И развод это... Лучшее, что мы можем сделать друг для друга. Развод? Что? В своем уме. Ну так мы сможем начать новую жизнь и найти свое счастье. Что? Ты думаешь, Коля твое счастье? Этот пацан на мотоцикле? Ты думаешь, ну, знал ему? Ты для него просто игрушка из молодости. Не больше. Он бросит тебя при первой возможности. А я не брошу тебя никогда! Уходи. Пожалуйста. Да. Тебе нужно отдыхать. Подождать. Я не отдам тебя, Алёна. Я даже детей изобретел заварить. Чтобы не девить, не скину. Савелий Викторович. Что вы здесь делаете? Вообще-то я здесь работаю. Ищу вас. А вы? Зашел проверить, все ли здесь в порядке. И как любовник вашей жены, все хорошо? Что? Документы по тендеру до сих пор вам не подписаны. Нужно поставить две ваших подписи. Я здесь. Спасибо. Спасибо. Отойди от него. Тебе мало того, что ты натворила? Марин, это была авария. Перестань. Авария – это ты. У нас все было хорошо, пока ты не приехала. Мы были счастливы. Марин. Марин, Коля мне рассказывал, как вы жили, но вы же изводили друг друга. Это неправда. Прости. Но я не думаю, что Коля стал бы мне врать. Тебе просто хочется в это верить. А я хорошо знаю Колю, это в его характере врать, чтобы получить то, чего он хочет. А когда ты вернулась, на него воспоминания нахлынули, и он... Он тебя захотел. Алена, он наиграется с тобой, бросит, ты ему не нужна. Марина. Да, Олечка, я тут. Марина. Я рядом. Марина. Все хорошо. Коля, все хорошо. Это ты? Это я. Это я, Коля. Это ты сделала. В гараже. Я менял тормозной шланг на новый. Я все проверял, такое просто так не происходит. Ты оставалась в гараже одна. Я слышал, как ты просила прощения. Коля. Зачем ты это сделала? Я правда, я не хотела. Я, понимаешь, просто... Да я же... Я просто злость выместила на этом мотоцикле. Я не знала, что так произойдет. Коля. Прости меня, пожалуйста. Прости. Уходи. Коля. Коля. Прости? Прости. Прости. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Только мы вдвоем Коль Коля Коля Коля, ты что делаешь? Вещи собираю Коля, ты что делаешь? Коля Коля, не надо сейчас сцены устраивать Надо Коля, надо А ты этим ничего не добьешься Я всегда любил Алену Да как? Коля, как? Как вообще можно любить эту Алену? Очень сильно Марин, так и тебе лучше будет? Ну, не получилось у нас, бывает так На квартиру я не претендую, она тебе достанется Завтра заеду, заявление подам Марин Ну что, мы сделали промывание желудка Взяли анализы, направили их в лабораторию Но результаты пока не готовы С ней будет все в порядке? Ну, первичный осмотр показал, что жизни вашей жены ничего не угрожает Вы вовремя среагировали Хорошо, хорошо, что все обошлось Это на физическом уровне обошлось А вот ее психическое состояние у меня вызывает большие вопросы А что вы имеете в виду? Она намеренно выпила огромное количество таблеток И мы просто обязаны положить ее в психиатрическое отделение Куда? Ну, таков порядок Нет, ну она же не сумасшедшая Я прослежу, чтобы этого не повторилось Не надо в психушку Ну поймите, она хотела свести счеты жизни Я вас спрошу Пожалуйста Это просто ошибка Что ж с вами делать? Ну ладно В виде исключения я попробую Николай, если вы мне пообещаете, что обеспечите ей постоянный уход И будете присматривать за ней То я оставлю ее в отделении Только под вашу ответственность Ну и... А Обещаю Постоянный уход И мои личные консультации Спасибо И мои личные консультации Уходу А к чему? Ну, переезжать на нашу квартиру. Ален, это придется немножко отложить. В каком смысле отложить? Марина пыталась покончить с собой, а мы сейчас в больнице. Я должен быть с ней. Надо немножко подождать. Подождать? Слушай, ну ты мне скажи адрес, я сама доеду. Я не успел ее снять. Да что мне теперь делать? Ален, надо просто немного подождать. Я тебя прошу, все будет хорошо. Ты просто струсил. Я все это время думал о нас. Нас больше нет. Решил уйти, я тебя не держу. В конце концов, это твое право. И я его уважаю. Спасибо. Вот, предлагаю расстаться с друзьями. Ты действительно меня отпускаешь? А у меня есть выбор. За все хорошее, что было между нами. Спасибо тебе. Мне пора. Тебе помочь? Нет, все равно. Ну и что ты творишь? Напугала меня. Ты чуть себя не убила. Я это ради тебя сделала. Ты моя жизнь. Зачем мне жить без тебя? Да что за глупости? Это не глупости, Коль. Это любовь. Коль, ты же меня не бросишь. Я умру без тебя. Марин, тебе отдыхать надо. Слышишь? Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, я чувствую такую слабость. Пришли результаты анализов. Так что можете больше не ломать комедию. Какую комедию? Плохую. С вами всё хорошо. Вы не пили целую пачку таблеток, а всего лишь выпили несколько штук, что не могло быть смертельным. А вызвало лёгкое отравление. Не понимаю, на что вы рассчитывали. Неужели вы думали, что мы ничего не заметим? Вы что? Вы не видите, разве как мне плохо? Понятно. Мне придётся переговорить с вашим мужем. Не надо. Пожалуйста, не надо. Не собираюсь покрывать ваше враньё. Ну, как вы не понимаете? Если вы расскажете Коля правду, вы разрушите семью. Вы этого хотите? То есть, инсценировать суицид, это, по-вашему, сохранить семью? Иначе он бросил бы меня. А теперь он постоянно рядом и заботится. Ни к чему хорошему это не приведёт. Ну, это уже не ваши заботы. Пожалуйста, просто не говорите Коле, что я сама всё придумала. В принципе, в виде исключения я попробую что-нибудь сделать. Извините. Коля. Я слушаю, Павел Геннадьевич. Ты с ума сошёл? За идиотов нас держишь? Простите, что? Думал, мы не заметим, как ты нас на тендеры кинуть хочешь. Павел Геннадьевич, я, наверное, вас не понимаю. Ты понимаешь. Совсем страх потерял. На отхатах решил заработать. Ну, я тебе устрою. Так, что происходит? Простите? С тендером что? Ну, документы подписаны, процесс пошёл. С вами всё в порядке, Саиле Викторович? Так, где документы? Так, я не понял. А что за поставщики? А что за суммы? Я это не подписывал. Да, но везде стоят ваши подписи, Савелий Викторович. Мне это принесла Светлана Александровна. Где она? Гадина. Здравствуйте. Здравствуйте. Савелий Викторович, одну секундочку. Вот, только что пришло распоряжение. А что это? Официальный приказ о вашем увольнении. Как? Алло, Павел Игнатьевич, послушайте, это какое-то большое недоразумение. Я к этому не имею никакого отношения. Савелий Викторович, ты ставил подпись на документах? Ставил, но я не видел, что нам заменили участников тендера и суммы. Не видел? Это твоя обязанность видеть и контролировать. А нам теперь все это расхлебывать. ты уже проснулась. Ты уже проснулась. что случилось? У тебя отнялись ноги. ты упала. Ты упала. Я перенес тебя на кровать. Похоже на рецидив. Почему я не в больнице? больница нам не поможет. Я сам позабочусь о тебе. Здесь у нас есть все, что нужно. какое-то время тебе придется полежать в полном покое. где мой телефон? Милая, ты меня совсем не слушаешь. полный покой и защита от любых волнений. Поэтому пока не стоит тебе ни с кем разговаривать. Что это? Лекарства. Ты же не хочешь, чтобы старая болезнь вернулась? Ты же не хочешь, чтобы старая болезнь вернулась? Хорошая девочка. Хорошая девочка. Хорошая девочка. Я позабочусь о тебе. Я всегда буду рядом. Алена, возьми трубку. Алена, у тебя, грязь, 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 грязь... Тут тоже час. Ты долго спала. Долго мне еще так лежать. Пару дней. Пить таблетки очень важно. Я вылечил тебя один раз, вылечу его второй. И мы вернемся обратно в столицу. Я все равно с тобой разведусь. Сейчас важны не наши отношения, а твое здоровье. Пей. Не буду. Если не рецидив, вези меня в больницу. Ты будешь пить эти таблетки? Да. Открой. Убирайся. Если ты не откроешь, я буду кричать. Я позову соседей и вызову полицию. Почему она не отвечает на мои звонки? Потому что она не хочет тебя видеть. Неправда. Она здесь? Алена! Что ты с ней сделал? Что ты с ней сделал? У Алены ноги отказали, как десять лет назад. из-за твоего мотоцикла. Возможно, она на всю жизнь останется инвалидом. Ты это понимаешь? Кто? Ты за ней будешь шутку носить? Где она? Пошел вон отсюда. Он с ней что-то сделал. Нужно срочно ей помочь. То есть в кровати у мужа лежит его жена, а мы должны приехать и забрать ее? Я уверен, он держит ее силой. Он чем-то ее накачивает. Молодой человек, вам заняться нечем? Семья без вас разберется. Ей нужна помощь, вы не понимаете. А я сейчас наряд к вам вызову и посажу на пятнадцать суток, если не уйметесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ ПО-НЕМАСИ Продолжение следует... 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 Что ты собираешься делать? Сейчас узнаешь. Не делай глупостей. Почему же? Тебе можно, а мне нельзя? Открывай. Зачем? Открывай и пей. Я выпью, ты меня столкнешь. Все решат, что я пьяный. Сам свалился. Пиви давай. Тебя ж все равно никто не найдет. Выпей напоследок. Рано или поздно найдут. Ладно, хватит трепаться. Не смей! Коля! Коля! Отойди от него. Если ты правда не любишь, пожалуйста, отпусти нас. Ален, ты моя жена. Слушай, что я тебе говорю. Я тебе не жена. Отойди от него. Отойди от него. Пошли. Приехали на вызов. Услышали выстрел со стороны карьера. Тут один погибший, один раненый. Скорая быстро приехала. Да, все проверили. Уже отправляемся. Как ты? Мне страшно. Развините. Что теперь будет? Все хорошо. Теперь все будет хорошо. Кто на курсе английского? Проходим, пожалуйста, сюда. Ребята, кто на авиамоделирование? Проходим за мной. Дети, кто записался в кружок по геологии? Подходим ко мне. Хорошее дело мы с тобой сделали. Теперь вот дети учатся. А твои курсы рисования когда начнутся? Да скоро уже. Надо в большой зал подготовить. Столько детей записалось. Такое ощущение, что каждый решил стать художником. Я уезжаю через неделю. Уже так рано. Снег сошел, зима. Начинается сезон. Геологи вперед. Понятно. Ну, тогда пообещай нам кое-что. Что? Будь осторожен. Хорошо. Кому? Нам. Дай руку. Что-то слышишь? Сердце бьется. А вот тут бьется еще одно сердечко. Маленькое. Да ты что? Я тебя не люблю. Дети смотрят. КОМЕР Да ты что? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok